Здравствуйте, меня зовут Александр Гриценко, я представитель правления Интернационального Союза писателей и сегодня мы поговорим о мифах, которые крутятся в головах начинающих авторов. Это о том, что если меня недооценили сейчас, то оценят после смерти, или если меня недооценили сейчас, то уж потом придет кто-то очень умный и меня оценит. С этим надо бороться. А сейчас немного рекламы. Проходите по ссылке в описании, там мой ВК, личный ВК. Там я пишу на личные темы, там я общаюсь с людьми, я отвечаю на все комментарии, в том числе и в личку. Поэтому вы можете всегда написать мне, если вам нужна какая-то короткая консультация, я дам. Длинная, соответственно, стоит денег. А короткую, если что-то просто посоветовать, это всегда пожалуйста. А теперь по существу вопроса. Итак, вот тут сейчас появится скриншот о том, что вот Роулинг, столько-то издательства бошла, ее не взяли, а потом вдруг взяли, и она стала миллиардером. Ах, как все прекрасно. Ну, это вселяет надежду, что если тебя уж не взяли, то потом ты обязательно станешь как Роулинг. Абсурд. Сколько удаст человек на Земле? 6 миллиардов. Ну, допустим. Пишет из них, мне кажется, не меньше миллиарда. Так вот, легче выиграть бутыре. 200 миллионов долларов сорвать джекпот намного легче, чем вот так вот, как Роулинг, ходить по издательствам, а потом стать миллиардером. Не надейтесь, у нее получилось, у вас не получится. По крайней мере, без работы. То есть, для того, чтобы вас оценили, надо вообще-то работать. То есть, это не значит, что просто что-то там писать и считать себя гениальным. Если вы действительно хотите стать коммерческим писателем, если мы об этом говорим, то как минимум надо изучить форматы различные. Это очень важно. То есть, если вы изучили форматы, то, скорее всего, у вас все получится. Если вы не изучили форматы, то, скорее всего, у вас ничего не получится. И больше никак. Вот, если вы считаете, что там вас в издательствах ждут люди, которые оценят ваш какой-то гипотетический талант, то там таких и людей-то нет. То есть, если вы действительно талантливы, что тоже очень маловероятно, там нет таких людей, там люди нацелены на формат. Есть формат – берут вас. Нет формата – не берут вас. То же самое, если мы говорим о славе после смерти. Но, смотрите, если вы никому не нужны при жизни, когда вы могли для своей славы, хотя бы дешевой популярностью, что-то сделать, то уж извините меня, после смерти-то кто вас вспомнит? Это кто-то должен вас пропагандировать, влюбиться в ваше творчество. Ну, да, такое было. Например, Франц Кавка. То есть, действительно, был при жизни совершенно неизвестен, забитый, затюканный человек. Но был у него друг Мацброд, который пренебрег его завещанием, где он сказал все сжечь. Он не сжег. Он стал публиковать его тексты, рекламировать. И в итоге он победил. Кавка стал классиком в литературе модерна. А Макс Брох собирал еще прибыль много-много лет. Соответственно, да, такое бывает. Но это тоже, это еще сложнее, наверное, чем история с Роулингом. Потому что Роулинг была жива, и многое могла сделать для себя сама. А вот Кавка был мертв. И тут уж совсем, как бы, никак не контролируется, влюбится или не влюбится кто-то в вашу творчество. То есть, по сути дела, что нужно вам делать для того, чтобы у вас все получилось? Нужно писать, учиться писать, выучить форматы, понять конъюнктуру. Абсолютно точно стать популярным человеком. Просто потому что вот вы есть такой. Вот вы должны понимать, что хороший писатель, это не только писатель, который хорошо пишет, но и тот человек, которому хотят подорожать. То есть, если мы, например, говорим о, допустим, Химангуэе. Да, пьяница, да, вот такое-такое. Но там были времена другие, и в эти времена он казался олицетворением некой свободы. Ну, и потом он мужественный человек, да, выпивает, ну, такая богема. И вот в то время он очень хорошо вписался. И о Химангуэе знали даже те, кто никогда не читал его. Причем знали его даже не только в Америке, не только там где-то еще, а и в Испании, и во Франции. Его знали и в России, его знали и вообще в других странах. Он стал таким неким символом. Это планка. И нужно понимать, что если вы стремитесь уж к чему-то, то стремитесь к чему-то по-настоящему большому и интересному. Сейчас есть масса возможностей, есть социальные сети. У нас есть курс о том, как себя раскручивать через социальные сети. Мы сами раскручиваем людей через социальные сети, помогаем. И я вот всегда говорю, что ситуация очень сильно поменялась. И теперь люди, у которых есть авторская платформа, у которых есть потенциальный читатель в социальных сетях, они приходят в литературу и сразу занимают топовую позицию, сметая всех людей, которые годами укрепляли свои, ну, росли в карьере, становились более-менее селебрити, потому что поменялось время. И те люди, которые вообще не заботились о своей славе, так называемой, они вообще вылетели из профессии. Еще раз я говорю, если вы хотите быть скромным, если вы хотите быть незаметным, то вам не надо идти ни в писателя, ни в актеры, ни в художники, ни в любые другие публичные профессии, ни в политики, естественно. Занимайтесь чем-нибудь другим. И вот как к одному известному римскому императору в отставке пришли послы и сказали, ну, вернись назад, Рим в опасности, ты нужен Риму. А он показал капусту, которая вырастила у себя на огороде, и сказал, посмотрите, какая хорошая у меня выросла капуста. То есть я не отрицаю, что есть такие люди, и такие должны быть люди, которые хотят просто выращивать капусту, яблоки, откучивать свои сады, жить спокойной жизнью. Но тогда и не поручите ни себе голову, ни продюсеру, ни издателю. Если вы вот такой человек, то, пожалуйста, занимайтесь огородом. Или если вы пишете, то пишите просто как хобби, ну, делитесь с друзьями. Может быть, кто-то вас заметит. Если вы очень яркий человек, то, может быть, вы действительно и так вот само собой как бы выйдете на какой-то уровень. Но это тоже, опять же, это третий пункт. Вот мы говорили о роулинг, мы говорили о кавке. А это вот такой третий пунктик. Это тоже как выиграть лотерею. То есть вам ничего не нужно. Ну, придет, придет, не придет, не придет. А если вы точно хотите известности, славы и монетизации, то, пожалуйста, это профессия. Сложная очень профессия. Но ее нужно освоить. Ее нужно освоить не только написать книгу, но и все способы продвижения освоить. Завести себе агента, если вы сами не можете, продюсера, и вместе вы победите. Нет, значит, вы просто потратите свое время в культуре. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»